Общение. Вспомним, может ли человек обойтись в своей жизни без контактов с другими людьми? Зачем человеку речь? Обсудим вместе. У каждого ученика в классе есть ребята, которые к нему не очень хорошо относятся. По-видимому, что-то в его характере, поведении во внешности не нравится им, поэтому их общение чаще всего складывается неудачно. Можно ли на такую ситуацию повлиять? Что такое общение? Общение называют взаимные деловые дружеские отношения людей. При этих взаимоотношениях своими словами, видом и поведением люди оказывают влияние на мысли и чувства друг друга. У разных людей разные способности к общению. Одни общаются легко и не только сами получают в процессе общения удовольствие, но и без особых усилий создают и поддерживают у других людей хорошее настроение. Иные, наоборот, вносят напряженность, портят настроение себе и другим. Как правило, мы с первого взгляда способны воспринять человека и почувствовать свое отношение к нему, интерес, симпатию, неприязнь. И с этого и начинается общение. Ученые считают общение самой первой и самой главной формой отношения человека к окружающему миру. В начале с помощью общения ребенок добивается понимания своих желаний мамой, другими близкими людьми, затем начинает не просто выражать свои желания, но и учитывать желания других, ведь от них зависит удовлетворение его собственных. Так, с первых дней жизни человек приобретает опыт общения прежде всего с членами своей семьи, родными и близкими. Если этого не происходит, у ребенка возникают серьезные отклонения в развитии. В книгах описаны десятки случаев, когда дети были вскормлены и воспитаны дикими животными. Когда этих детей находили, то начинали заниматься с ними, учили их говорить и понимать людей. Но все попытки свидетельствовали об одном и том же. Ребенок, выросший без общения с людьми до 5-6 лет, не может уже развиваться как человек. Каковы цели общения? Нет такой деятельности, которая не требовала бы общения. Ведь общаться можно и с человеком, и с природой, и с любимым питомцем, и с книгой, и даже со своими игрушками. Зачем людям общение? Чтобы делать что-то вместе, научиться или научить чему-то, поделиться чувствами, мыслями, опытом, добиться взаимопонимания. Некоторые приемы общения мы повторяем изо дня в день. И они превратились в ритуальные обязательные действия. Ритуальное общение помогает в типичных, повторяющихся ситуациях. Например, вы здороваетесь с учителем в начале каждого урока, вставая из-за парт. Или некоторые из вас каждое утро целуют своих бабушек, провожающих внуков в школу. Но самая главная цель общения – это общение ради самого общения. Общение необходимо человеку само по себе. Без него, без непосредственной личной практической выгоды ради того, чтобы разделить душевное состояние, проблемы другого человека, поделиться своими радостями или огорчениями и посоветоваться. Что происходит в ходе общения? Прежде всего происходит обмен информацией. Что только не входит в это слово «информация». Говоришь о самочувствии. «Мне сегодня грустно», «у меня праздник», «раздели со мной мою радость», «о своих потребностях». «Очень хочу побыть одна» – это информация. Делишься знанием, опытом, способностями, умениями, навыками. Тоже передаешь информацию. Воспринимаешь что-то из книг, картин, рассказов родителей, телевизионных передач. Получаешь информацию. Встречаешься с друзьями, чтобы послушать вместе музыку или посмотреть фильм. Сделать вместе уроки, поделиться впечатлениями. И здесь налицо общение и обмен информацией. В ходе общения человек получает информацию о самом себе. С ее помощью он оценивает себя глазами других людей. Что происходит с людьми в результате общения? Принимая и усваивая информацию, передавая свою информацию в ответ, люди меняются. Каждый из участников общения после него не такой, каким был до его начала. Вот почему целью и результатом общения можно считать и развитие самого человека. Как люди общаются? Главным средством общения людей является их речь. С помощью устной и письменной речи, речи вслух и про себя, мы сообщаем или готовимся сообщить другим людям о своих мыслях, чувствах, намерениях, знаниях. И получаем подобные сообщения от них. Например, сообщаем маме о том, что собираемся пригласить гостей, или мысленно про себя беседуем с учителем, готовясь к предстоящему уроку, или пишем и отправляем через интернет электронное письмо своему другу. Значение речи в жизни человека и общества невозможно переоценить. Общение с помощью речи так и называют речевое общение. Но есть и другие способы общения. Их очень много, и они самые разные от простых прикосновений. Подумайте, какую информацию можно передать с прикосновением до видеозаписи и значков-символов общения в интернете. Общение без помощи речи называют неречевым общением. Без помощи слов, например, люди могут здороваться и прощаться. Привлекать внимание окружающих, выражать благодарность или неудовольствие, радость или огорчение, как им это удается. Особое значение в общении имеет взгляд. Глаза выражают интерес, внимание. Ученые установили. Если то, что мы видим или слышим, нас особенно интересует и волнует, зрачки наших глаз увеличиваются, дополняют взгляд движения век. От прищера до полного раскрытия век, оказывается, существует 25 их положений. Чем выше наш интерес, тем больше приподняты веки. Чем чаще люди смотрят друг на друга, тем лучше они начинают друг друга понимать. Не менее важна в общении мимика, то есть движение мышц лица. Они также передают чувства и переживания. Это заметил еще Чарльз Дарвин и использовал как одно из доказательств происхождения человека от животных. Если вам придется наблюдать за обезьянками в зоопарке, цирке или у уличного фотографа, постарайтесь разглядеть их выразительную мимику. Вы обязательно прочитаете по ней страх, радость, покой, удивление, раздражение или другие чувства. Многое могут рассказать и движение человека. Например, то, как человек идет. Не случайно по походке часто определяют настроение человека, а иногда его профессию. Например, узнают моряка-балерину. Кто, скажем, может идти гордо, уверенно, с поднятой головой? А кто идет, словно крадется на цыпочках? Как вы думаете, что чувствует человек, который непрестанно ходит? К другим средствам общения относят позу и жесты. Они помогают людям сообщать о своих чувствах. Например, жестом рук можно передать радость встречи, а другой жест может выразить угрозу. Подумай, о чем могут говорить дрожащие пальцы, кивок, покачивание головой, вздох, постукивание пальцами, пожатие плечами. Самые разнообразные чувства можно передать голосом, интонацией. Например, общеизвестные вежливые слова. Здравствуйте, спасибо, извините. Произнесенные особым образом могут обидеть и даже оскорбить человека. И слово «молодец» используется не только для того, чтобы выразить одобрение и похвалу. Жил на свете человек Юрий Борисович Левитан. Годы жизни 1914-1983 был известен многим миллионам людей. Но почти все эти люди даже не представляли, как Левитан выглядит, потому что никогда его не видели. Зато хорошо знали его голос, голос редкого тембра и выразительности. Когда Левитан был вашим ровесником, он жил в городе Владимире, учился в школе, мечтал сниматься в кино и работать на радио. Однако осуществить мечту было непросто. У юноши был особый акцент, провинциальное оконье. Много сил и времени потребовалось ему, чтобы избавиться от нежелательного произношения. И как итог он стал первым голосом страны, прекрасным диктором. Ему поручали читать наиболее важные сообщения. Те, в которых чувства должны были звучать сильнее, чем слова. Такими были информационные сообщения в годы Великой Отечественной войны. По голосу Левитана люди узнавали о случившемся. Он был взволнованно скорбным, когда речь шла о потерях, утратах и радостно-торжественным. Когда говорилось о победах и достижениях, своими интонациями Левитан умел передать и боль, и огорчение, и радость, и торжество. С помощью выразительности своего голоса он общался с каждым радиослушателем. Входил в каждый дом и в каждое сердце. Заставлял собраться силами. Вселял уверенность, зарождал надежду. Сила его влияния на людей была поистине легендарной. Одно время даже ходили слухи, будто Гитлер предлагал своим подручным большие деньги за то, чтобы вывести Левитана в Берлин. Что немецкая разведка в бессильной злобе разработала операции по уничтожению или похищению Левитана. Но эти планы были сорваны. На долю Левитана выпала великая честь провозгласить победу нашего народа над фашистами. Особенности общения со сверстниками старшими и младшими. Многие, наверное, замечали, что со сверстниками иногда легче общаться, чем со старшими. Почему? Дело в том, что со сверстниками мы общаемся на равных. Со старшими мы всегда в роли ребенка. И следует стараться уважать возраст старших, прислушиваться к их слову, не обижать и не обижаться, проявлять к ним внимание. Даже когда вы станете взрослыми, вы будете оставаться детьми для своих родителей, старших сестер и братьев. Сколько бы ни было лет младшему ребенку в семье, он всегда находится в положении того, кто слабее, в положении опекаемого не только родителями, но и старшими детьми. Младшего защищают, учат, передают ему свой опыт, пытаются предостеречь от ошибок. И в этом есть особая прелесть. Ведь недаром многие дети, у которых нет, например, старшего брата, мечтают о нем. Но в то же время так хочется по отношению к младшему брату или младшей сестре побыть в роли категоричного и строгого родителя. Хочется запретить, приказать, наказать. А младшим приходится терпеть, а часто обижаться, даже ссориться со старшими. Да, очень сложно, серьезно и с пониманием относиться к детским вопросам. Игре, фантазиям, не смеяться над ними, утешать, разбираться в капризах, понимать неумение. Проявлять интерес, чуткость и отзывчивость. Это, к сожалению, получается не всегда и не у всех. И младшим, и старшим необходимо тепло и внимание. Оно помогает жить, быть здоровыми и жизнерадостными, чуткими и добрыми. Психолог Шостром от имени родителей обратился к детям. Он назвал свое обращение «Били о правах родителей». Вот некоторые извлечения из этого документа. «Мы не были родителями изначально, мы стали родителями в момент вашего рождения. Поэтому наш родительский стаж равен вашему возрасту. Как родители мы, ровесники, вам и не меньше вашего нуждаемся в помощи и поддержке. Нам бы хотелось, чтобы вы сказали, что вы тоже нас цените, когда мы дарим вам внимание. Спасибо, это такой стимул. Принимайте иногда наши правила, даже если вы не понимаете их. Будучи взрослыми, мы действительно иногда знаем лучше. Взрослые не всегда консервативны, и вы можете научиться любить что-то из того, что мы делаем. Родители растут так же, как и дети, по стадии. Мы будем сильнее несколько лет спустя. Давайте грести все вместе, вместо того, чтобы грести врозь». Слово «серебро», молчание, золото. «Каждый человек, в том числе тот, который рядом с тобой, так же сложен, как и ты. Он так же раздумывает, обижается, злится, сомневается, радуется. Всегда ли ты можешь понять и разделить его чувства? Намного легче увидеть и понять, что человек делает. Вот он встал, пошел, взял книгу, стал читать и начал, например, играть на гитаре. А что он в это время чувствует? Хорошо ли ему? Хочется ли побыть одному или наоборот, ощутить рядом локоть друга? Сразу это понять невозможно. Чтобы научиться понимать другого человека, важно чаще ставить себя на его место, представлять, как сказываются на нем твои слова и поступки». Следует учиться быть внимательным, подмечать, как и в чем проявляются чувства людей, которые нас окружают, больше слушать других, чем говорить самому. Многие считают лучшим собеседником не того, кто умеет хорошо говорить, а того, кто умеет хорошо слушать. Однажды в пригородном поезде повстречались две женщины. Они ехали вместе почти два часа. Одна из женщин все время говорила, другая проронила всего несколько слов и всю дорогу слушала попойчицу, не перебивала, иногда кивала головой в знак согласия. «Давно мне не встречалась такая хорошая собеседница», сказала первая женщина, прощаясь. «Говорят, что природа для того каждому дала два уха и один язык, чтобы говорить меньше, чем слушать». Эти слова приписывают древнегреческому философу Плутарху. Они живы уже почти две тысячи лет, видимо, не случайно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова